Ешь, люби, живи. Манжа, ама, виви. Да? Ольга и Фабио. Добрый вечер, наши дорогие. У нас небольшое путешествие сегодня по автодороге в сторону Турина. Хотела вам немножко рассказать ситуацию, скажем так, нынешнюю Италию. У нас сегодня 20 июня. Вроде как все фазы карантина прошли. Ну, что могу сказать? Конечно, энтузиаста никакого у меня не осталось от этой экспириенции. И могу сказать, что, ну, как и во всем, в большинстве отрицательные черты Италии, это хаос и только разговоры. Очень все трудно собрать и сделать как положено. Конечно, во всем мире не так просто. В следующем видео я попытаюсь рассказать некоторые отрицательные стороны Италии, итальянской жизни. Конечно, положительные стороны это хорошо, но надо быть реалистами. Поэтому, я думаю, вам интересно узнать обстановку. Ну, а пока мы по дороге, скажем так, в сторону Турина. И наверняка многие из вас знают, что здесь недалеко есть Аутлет и Колумго. Аутлеты в Италии уже не так, скажем так, модны, не так используются, как раньше. И правильно, в принципе, делается, потому что, по моему взгляду, уже давно, лет 5, в Аутлетах ничего хорошего не продают, скажем так. Ну, это мое личное субъективное мнение. Что касается сейчас ситуации, например, мы до дня ходили, ездили в очень большой маркет, там 200 магазинов разных марок, брендов, пустой. Их пустой этот маркет, и мало людей не пускают мерить в большинстве случаев магазинов. Их примерочные, мерочные закрыты. Ну, в таких магазинах подростковых, как Альгольд, Врешка и тому подобное, тоже пускают по 5 человек, поэтому очереди перед магазинами выстраиваются. И это тоже, скажем, мне есть удобно. Вот, я думаю, что поскольку... Аутлет Виколумба, вот мы его сейчас проезжаем. Свидание. У нас 8 вечера. Все, совсем по 3, Тамара. А, в 6. А, у меня тут, люди, 3. А вот, цена на бензин. 6 километри, мы приехали на бензин. А, у нас в Турин. Ну, например, вот сейчас мы едем. Попробуем, в тотале, у нас 30 километри. Да, у нас 30 километров. 30 километров мы на автодороге в сторону Турин. В сторону Турин. Мелан, Турин. Автодорога, ну, сколько она стоит? Турин. Ну, приятно, а сколько она стоит. Ну, сколько она стоит. Теперь нужно стоить. У меня стоит 4 евро, скажем так, туда и 4,5 обратно. Это, конечно, небольшая сумма. Ну, учитывая то, что это только 30 километров, но это еще более-менее, потому что есть такие траты, траты, я хотела сказать другое слово по-итальянски, есть такие пути, которые даже 5-6 километров, и ты платишь за автодорогу 5-4 евро. Я считаю, что это слишком вопрос. А чтобы объехать эту дорогу, надо знать, конечно, как это сделать, и просто стоять на светофорах. Ну, как-то там, в общем. Окей, хорошего вечера всем. Спасибо, что следили за нами. Спасибо, что прослушали видео. Спасибо. Подписывайтесь на наш канал. И подписывайтесь на наш канал. И подписывайтесь на наш канал. Это супер. Мы будем работать в русском. И рекомендую вас. Мой гайфабио. Мой гайфабио. Мой гайфабио. 4,40 евро, 4,50 евро, 3 километра проехали. Benzino, amore, quanto abbiamo messo? Qualc'è abbiamo messo la benzina? Benzina va bene, abbiamo messo 20 euro, però giusto per. Benzina va bene, è vero, è vero. Se volete, non puoi uscire. Non puoi uscire, non puoi uscire. Non puoi uscire, non puoi uscire. Non puoi uscire, non puoi uscire. Non puoi uscire il navigatore? Si, il navigatore. Mi amore mio. Ci raccomando anche tu. Meraviglioso. 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 Il nostro meraviglioso Fabio. Il nostro meraviglioso volante. Teonologia. Meraviglioso. Meraviglioso. SERA